Друзей не разлучат Продолжение следует... Круто навсегда Призраки чудовища Друзей не разлучат Сильнее всех преград Рядом с ними всегда класс Холодный ветер свистит Моста в темноте ждет Но вместе мы сильны Победим все равно Нам играть Нам играть по душе Сверхъестественный сюжет Нет всей равных братишка Неестественные куда навсегда Сверхъестественные куда навсегда Сверхъестественные куда навсегда Сверхъестественные куда навсегда Зовут ночь Яркая неонерцает прочь Вместе с Дэном в темноте Верну я ее искать запрет Разрубаем мы темный портал Закрываем врата в адский зал Закрываем мы темноте Детская сила Идет вперед Отец в роды Нес свой кон Отская пламя не пугает нас Клинки сыркают дьявол в час Верну мы только в друг друга Всем привет, дорогие друзья, зрители канала и просто поклонники. С вами разработчик The Games и сегодня будем продолжать стримы по разработке симуляторской деревни на Марсе. Сейчас была небольшая педыстория, который тут включал вот эта нейронка по нашей игре сверхъестественная. Ну или по-другому The Natural Benighted, вот и немножко побаловались, там была музыка. А сегодня у нас стримы будут посвящены локациям игры, не механикам. Последние два стрима были связаны с механиками, да, то есть они были там без озвучки, там, да, мы не разговаривали, потому что механики это дело сложное. И в чат читать уже не получается отвечать, вот. И снова механиками занимается другой разработчик, это Виталий, ему большое спасибо, да. Вот, а сегодня мы будем делать и заниматься локациями, да, обсуждать квесты, отвечать на вопросы, ну, стримы будут идти чаще, да, то есть чтобы каждый из вас в будущем, да, кто будет смотреть или сейчас, да, видел, что мы действительно работаем над проектом, мы не забрасываем, мы общаемся с аудиторией, да, то есть слушаем ваши мнения, которые будут часто промелькать. Ну, и, собственно, будем улучшать качество стримов, чтобы в дальнейшем стримы проводить уже вместе с большим количеством людей, уже официально делать запросы в Steam, да, писать новости, чтобы уже людей было намного больше, чем 5-10 человек. Мы на данный момент эти стримы связаны с тем, чтобы мы повышали качество. Поэтому, пожалуйста, очень сильно послезно просим, ребят, пишите, если есть проблемы с микрофоном, если есть проблемы с музыкой, громкостью. Все это очень важно, чтобы в дальнейшем у нас было высокое качество, и мы могли уже более-менее, там, да, на приемлемом уровне для уха общаться. Вот, поэтому, ребята, всем желаю удачного просмотра. Сегодня мы чуть-чуть отступим от стрима разработки, пообсуждаем те отзывы, которые накопились у нас в Steam, да, те отзывы, которые там писались, да, то есть в проблемах писалось и в пожеланиях писались, поэтому мы немножко разберем поначалу, да, потому что, я думаю, тема интересная, маленький подкаст сделаем. И вместе с вами продолжим уже делать смотр русской деревни на Марсе. Вот, и сейчас я хочу немножко обратной реакции. Ребят, напишите в чате, хорошо ли мне слышно, да, и есть ли соронние звуки, потому что до сих пор у меня проблемы с бродкастом. Я не знаю, почему у меня слышны какие-то мышки, да, то есть у меня компрессоры стоят и бродкаст стоит. Ну, в общем, не должно это быть слышно, но почему-то иногда это все слышно. Вот, постоянно замечаю. Пропадает микрофон, и вот это все надо настраивать. Хоть мы и уроки смотрели, но все равно как-то у нас не очень получается, но все-таки не стримеры. Ну, и, собственно, давайте немножко разберем по отзывам, да, которые у нас сложились по всем играм, да. То есть давайте посмотрим на симулятор русской деревни, да, например, посмотрим, что пишут, разберем комментарии. Так, только немножко, с вашего позволения, перенесу частично, чтобы читать. Вот, мы дойдем до всех отзывов, да. Надеюсь, это вам будет интересно, что разработчик анализирует отзывы, да, и это тоже очень важно для нас, чтобы не было так муторно, и что-то со стримом было еще связано с общей разработкой, не только кипать и модельки расставлять, так скажем, да. Вот, ну, и начнем анализ, да, симулятор русской деревни, обычной первой СРД, почитаем отзывы, да, что писал за это время. Разберем все отзывы положительно-негативные, чтобы представлять, что, собственно, нравится или не нравится пользователям. Так, ну и погнали. Так, ну вот, делать так, аутично настольную, настолько, что враты Максима позвал меня домой. Так, ну, читаем дальше. Рыжье. Жить и выстрелить. Ну вот, насчет зеленых кристаллов тоже писали. Ну, отсылку, да, понятно, что мы делали отсылку. Вот так, на один сериал животных. Ну вот, насчет патронов, кстати, тоже один момент был. Нам писали, что мы подаем очень много патронов, а по факту они потом очень быстро кончаются, их нельзя было изготовить, и мы игроков послушали, добавили металлолом, и, собственно, научили игроков крафтить патроны. Ну, тут таких вот вопросов нету, таковых. Давайте посмотрим. Следующий отзыв. Большое спасибо, кто пишет отзывы. На тот момент отзывы для нас очень много значат, потому что, если не будут писаться отзывы, наша игра уходит вниз, и пролетает активность очень низкая, у нас нет возможности рекламировать свой проект. Поэтому, ребята, обращайте внимание, это вы прям реально серьезно просим. Так, из минусов. Часто встречаются разрывы в текстурах. Но вот этот пункт спорный, потому что на некоторых шейдерах действительно есть разрывы в текстурах, например, когда вы ставите сглаживание, и более низкое начинаются просветы. Но чтобы их поправить, нам надо хотя бы скриншот видеть, чтобы увидеть, в каком месте, какая моделька это все делает. Поэтому это, да, скриншотик. Так, персонажи не разговаривают, хотелось бы... Да, 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 это все тоже, мы это знаем, что персонажи у нас не разговаривают, нету, ну, так скажем, такого развития сюжета там, ну да, все так линейно. И хочется все-таки это улучшить, и мы с этим работаем. Мы в новом ВСРД добавляем уже, собственно, небольшие фразы, да, более подробный сюжет, более подробные повествования делаем. Возможно, будут синематики, небольшие сценки разыгрываться. И это улучшит, собственно, погружение. И да, жители будут разговаривать, и о деревне тоже будут говорить, но не прям, прям уж много. Так, предмет трюка провалится в текстурах. Ну, вот это бревны, может быть, уже провалены в текстурах, там где лежат, да, то есть немножко подтеррейна, но это ничего страшного, в принципе, это... Они провалиться не могут, потому что у них нет физики. То есть они могут лежать или внизу, или, ну, немножко удавлены в текстуры. Но под текстуры проваливаться не могут, потому что у них нет физики. Так, картинка, да, вот, кстати, насчет экрана, что экран иногда замирает, и через эскейп приходится удалять. Ну, тут вопросов очень много к движку, потому что, как бы, в скриптах прописано, чтобы все выключалось. Но, может, так не так делаем. Бывает, что заедает. С этим тоже надо поработать, мы посмотрим обязательно про это в будущем, если будет время. Хотелось бы увидеть предмет в руках. Ну, в принципе, предмет в руках, они все есть. Потому что, если вниз мышку наклонить, то можно увидеть и ружье, и топор, и если еще с фотомода зайти, там все видно. Руки... В руках есть предмет. Это видно над мышкой наклонить. Так, пускай какая-то ошибка, мои выполнения задачи, деньги, но при этом ачивки... стерлись. Стерлись. Ну, вот насчет стерлись. У нас после каждого квеста есть автосейв, да, и... Интерес не может, потому что сохранение... Ну, папку отвечает это на Steam. Какие-то были в операции проводились, там, не знаю, проверка файлов, или что, еще что-нибудь. Закачивались какие-то файлы, не связанные с обновлением, то, не знаю, может быть, такое и случилось. Но мы за это точно не отвечаем, и у нас... Ну, нет такой функции стирания слоток в методических ошибках. Если есть ошибка, то нужно что-то сделать, или ролик записать, на коме для сни, или ее. Просто мы не можем определить, какая именно ошибка. Так, не хватает описания предметов. Ну, в принципе, насчет описания предметов, ну, топор, есть двухстолка, топор, кирка, они все описываются в... Есть большие виджеты, да, то есть, птички с описанием предметов, топор, добыча скал, да, в принципе, есть. А каждое блюдо у нас вообще описание, взятое из Википедии, что они готовить можно. Ну, не знаю, в каких моментах недостаточно описания, просто на каждом предмете есть. Описание подтянутое из Википедии и общих рецептов, поэтому тут надо оточнять, как именно предметов не хватает описания. После уборки урожая обязательно убрать, обязательно убрать мешки, а потом все следующие культуры, иначе... Ну, да, 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 это... Это целая история. На самом деле, раньше надо было в мешке еще врать в руки и таскать в покреп. Сейчас мы убрали, это теперь они сразу попадают в инвентарь. Да, это действительно минусы. Вот, пока у нас нет возможности переделать, потому что у некоторых пользователей были проблемы с тем, огромные огурцы с полкарты, и это фиксится только с помощью того, что мешки надо обязательно убрать. И то это иногда тоже возникает, но уже уменьшил количество пользователей. Ну, а плюсы, в принципе, мы согласны, да, а минусы мы тоже описали, тоже согласны, что действительно не хватает сюжетки, да, не хватает оговоров местных жителей и так далее. Хорошо, что мы все это учили и даже сегодня мы записывали фразы для местных жителей, чтобы в деревне на Марсе, да, или мы называем SRT2, были уже... была и озвучка фразы, да, и... Так, ну, отправляемся дальше, да. Я вот, видите, как конкретно отвечаю на каждый вопрос, на каждого пользователя. Даем развернутые ответы, да, то есть можно посмотреть ответ разработчика. Спасибо за отзыв. Ну, мы дойдем еще и до развернутых ответов. Вот, пишите, если скучно, то я побыстренько все это посмотрю. Ну, и давайте смотреть, собственно, на негативные отзывы, потому что, ну, сейчас говорят, типа, вот мы там неправильно отвечаем на негативные отзывы. Мы, собственно, и посмотрим вместе с вами, если присутствует, как мы там отвечаем. Вот, например, человек остановился с проблемой того, что у него разрешение экрана, ну, у нас нету FOW, типа, на широкоформатные экраны они растягиваются изображением. Мы уже, кстати, пофиксили эту проблему в Симатрусской деревне на Марсе и в следующем обновлении, если мы забудем, добавим SRD. Вот, ну, собственно, проблема заключается в том, что человек играет на телевизоре. То есть я не знаю, насколько это широкий экран, потому что у него 3000 там на 1440, а у него 5000 на 1440. Это очень широкий экран. Игра даже не предназначена на 32,9. То есть когда у тебя эта картинка размазывается на экран, действительно не видно ни руки, ни ноги, там вообще кашла. Ну, мы написали, что это обязательно мы пофиксим, да, но действительно разрешение экрана слишком огромное, что с РД играть. Даже если был бы FOW, на таком экране все эти рамочки так скукожатся, что это неиграбельно будет на карте. Вот. Поэтому это тоже интересный момент. Бывают такие вот, всякие отзывы бывают, да. Ну, тут пишут тоже самые слабые взаимодействия, да. Хотя вот человек говорит то, что игра, пишут, что игра очень слабенькая, да, что в игре пусто, что в игре ничего делать, да. Ну, можно почтать отзыв. Вот, но проведено время в игре 30 часов. А говорят, что игра в раннем доступе должна быть. Мы написали, что нам очень жаль слабые взаимодействия, да. Мы согласны с этим. Действительно, здесь баги. Но радует то, что даже отрицательный отзыв на человек наиграл 30 часов. 30 часов, это примерно на хитмон. Хитмон проходится с такое время. Вот. Ну, а хитмон, где-то наша игра сейчас по скидке там сколько стоит. 200 рублей. Ладно, человек прав, то есть, да, с этим проблем нет никаких. Так. Ну, тут про оптимизацию. Да, действительно, оптимизация в игре не самая лучшая. Но мы над ней работаем и надеемся, что в следующем патче мы еще запишем оптимизацию. Мы с этим действительно согласны. Описали возможные решения проблемы, что можно включить D-Rex 11, да, и улучшить производительность. Вот. Ну да, мы согласны, что действительно в коемте оптимизации реально не работает. Ну и пошли по другим проектам, да. Смотр русской души это игра, которая связана больше с пейзажами, да, с возможностью переработировать природу, фауну, да, бета. Вот. В игре, кроме смотра фотографов, получается, ничего особого нету, да, по геймплею это чисто смотра фотографа, да, плюс достижение. Ну, игра соответствуется 100 рублей, очень юрористичная графика, с возможностью фотомода, с возможностью изучить природу и фауну, да, узнать что-то интересное про краснокрижные животные, да. Ну, чисто такая душевная игра, а-ля смотра одиночества русской. Вот. Ну, примерно, и что пишут, ну, действительно пишут, что оптимизация, да, вот, 30-60, очень крутая, но, по факту, ну, могу сказать, что оптимизация здесь хорошая, потому что в этой игре буквально весь упор идет на видеокарту и любое железо можно оптимизировать под свои нужды, потому что в игре просто десятки, десятки настрой графики, можно убрать тени, можно убрать немножко растительность, у вас будет 60 кадров, даже на слабом железе, потому что мы эту игру тестировали на разных личных устройствах, на том же Steam Deck, на ноутбуке со стройкой, графики совсем не было, но было с обилием там 40-60 FPS, в принципе, мы согласны, но если думаете, что игра нового поколения, да, то есть абсолютно реалистичной графикой, потому что этот пресс, который используется в этой игре, это реальный лес реального мегаскана с оптимизированными настройками, то есть это, так скажем, самый популярный сет среди самой крутой оптимизации. Мы также оптимизировали игру, мы там делали все возможные лоты, анониты, то есть все, что возможно мы использовали, но, к сожалению, даже этого может быть недостаточно, чтобы играть на реализме в эту игру, так как графон реально самый реалистичный на 23-й год в плане леса. С этим, конечно, не поспоришь. Так, идем в следующие настройки, но тут тоже посмотрим этот комментарий, вот пишет 5 NCHO DOV, пишет, что оптимизации нет, геймплей нет, души нет, вывода из страны, ну, в принципе, мы согласны с некоторыми моментами, геймплей реально очень мало, да, то есть, что геймплей все-таки смотрит фотограф, ходишь по лесу, смотришь на виды, геймплей-то и нет. Насчет души, конечно, это неправда, да, оптимизация тоже не совсем правда, действительно есть оптимизация, но обзоров 0,1 час, это буквально 10 минут, шел и вышел, ну, что пишут остальные, ну, как обычно, там, оскорбляют разработчика, бывает, да, то есть, ну, это видно, ну, и бывают и такие люди, все обзоры, ну, идем дальше, в следующей игре, берем антарал, вот с этим проектом связано очень много интересного, это проект, сделанный по аналогии с сериалами, там, сверхъестественная, и далее, американские истории ужасов, в общем, в таком стилистике мы сделали игру для фанатов, игра бесплатная в СНГ, то есть, ее можно сказать, совершенно бесплатно, хоть мы там и работали, да, то есть, очень много времени потратили, мы решили, что игра в СНГ на ВК-плей будет бесплатной, вот, ну, типа, мы обещали игру фанатам, мы ее сделали, мы ее делали почти полгода, писали музыку, диалоги, да, наголоска, ну, в общем, пытались сделать игру по тому сериалу, который мы так любили, да, в детстве смотрели, и как бы дань памяти. У нас, кстати, есть конкуренты, они тоже делают игру, тоже очень не любят, но желаем им удачи, да, то есть, посмотрим, что они сделают, ну, и давайте посмотрим по отзывам, так, ну, положительный отзыв, в принципе, тоже можно почитать, да, там, в принципе, описывается и в проблемах, то, что, персонаж двоится, в принципе, да, тема, но мы ее там частично решили, но проект особо не зашел, и в дальнейшие патчи обновления выходить уже не будут, потому что игра не очень стрельного, ну, мы с вами, значит, выполнили, ее можно пройти, и она имеет минимальное количество багов, да, хоть и не есть, но игра 100% проходимая, с неплохим сюжетом, первыми нашими попытками в свою анимацию, без хорошей музыкальной составляющей, это, в принципе, боссфайт, вот, я постараюсь быстро все отвечать, да, ну, в принципе, тоже, вы почитаем отрицательный отзыв, чувак пишет, что, трэш-пародия, наполиарный американский сериал, ну, в принципе, это, действительно, это кавер на сериал, да, то есть, в принципе, как бы вам сказать, это действительно кавер на сериал, да, мы сделали его для фанатов, и мы согласны с тем, что эта игра может называть пародией, да, на двух братьев, но, тут нас не поддерживают, в том смысле, что, ну, фанаты не могут делать ничего для фанатского сообщества, сказать, что тут юристы должны посмотреть, ну, в принципе, насмотрели юристы, игра была в один раз в блокировке, мы общались с компанией Warnaud Brothers на тему отзывов, и, ну, и там, общего оформления мы все исправили, к нам претензий нет, вот, ну, тут немножко так, да, пишут, что игра плохая, ну, в принципе, да, тут игра простая, что все боты скучные, ну, это босс-файт, да, то есть, так и есть, мы написали, что проект бесплатный, в принципе, наш ответ, вот он, сами можете почитать, как мы отвечаем на такие отзывы, стараемся развернуто писать, стараемся писать о делу, стараемся, ну, как-то сказать, что, да, действительно, мы старались, что мы там справляем, что нам очень жаль, не в агрессию, да, ну, более развернутый ответ, а то обычно, как бывает, нам очень жаль, до свидания, нам интересно ваше мнение, но тут мы стараемся все-таки пообщаться, да, и высказать свою точку зрения, именно в таком свете, который мы считали нужным, так, ну, давайте следующий проект посмотрим, так уж пробежимся, проект, пишите в чате, да, если вам скучно, вот, так, ну, по тут отзывам, в принципе, все более-менее ясно, да, то есть, есть хорошие отзывы, положительные, отрицательные, кто тут жалуется, кто тут пишет, что я, а нас тут пишут, ну, в принципе, мы видим, это уже человек, который пишет постоянно, отрицательные отзывы, ну, как бы, у нас есть база фанатов, даже хейтеров, которые любят наши игры, вот, желаю им тоже успехов, побольше обзоров, которые мотивируют игрока и разработчика, да, и разработчик мотивирует улучшать контент игрока, играть в него, вот, ну, в принципе, это все последние проекты, по последнему обзоров, обзоров мы уже с вами раскрыли, и давайте тогда по такой ноте, да, все-таки вернемся к разработке Смотровской деревни, надеюсь, вам понравилась тема с обсуждением обзоров, напишите об этом в чате, понравилось, не понравилось, и стоит ли дальше комментировать те или иные пожелания, да, в сторону разработки. Вот эти. Я бы их поставил от Русской Дирекции. еще музыку уже сменить. Насчет лестницы, я уже говорил, что вот лестницы мы поправим, да, чтобы на них можно было нормально залазить, а то приходится прыжками залазить. Ну, в принципе, можно походить, да, если сейчас мне движок позволит во время стрима походить по локациям. Здравствуйте, Александр. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко пройдемся по локациям, посмотрим. Но я лучше хотел бы в солнечную погоду походить, но с рандомной погодой. И хочется походить все-таки по ярким локациям, а не под дождиком. Вот, из-за того, что дождик все-таки он не тает маленько. Вот, солнечная погода. Ну, кстати, насчет травы, я уже говорил, что, например, в SRD1 трава, она вот такая, ну, примерно вот такая, только более, ну, хуже текстурка выглядит, и однотонная. Вот, и из-за этого очень, ну, выглядит ужасно. Только тогда трава вот проскакивает, и она хоть что-то закрывает. А вот здесь вот, в SRD2 тут уже трава, вы посмотрите, да, то есть тут трава, вот палочки, веточки, мох и висит, камешки, да, вот здесь вот маленькие камешки, вот травинки. То есть здесь уже трава, она на голову выше, трава, то есть она, самое интересное то, что эта трава существует в реальности, то есть трава, это сканированная трава. То есть мы ее использовали с прошлый проект, который показывает себя от русской души. но мы тут немножко урезали текстурки, чтобы они не жрали очень много ресурсов, потому что, конечно, мы не можем супер реалистичной травы завести, если у вас нет 40-90. Вот, поэтому мы немножко порезали, да, но все равно очень красиво выглядит. Ну, в небе, кстати, более пыльный, если мы сейчас пыльную бурю с вами застанем, да, то в принципе я вам покажу, как Марс выглядит. Тут, кстати, от Марса фишка тоже, я говорил, пыльная буря. Тут она две штуки, есть, есть сильные пыльные буря, есть слабенькая. Если мы сейчас погуляем ее достичь, ну, случайно условиям, тоже обратите на это внимание, то есть фишки с Марсом есть, они есть, но мы не хотим просто уходить очень сильно в sci-fi, потому что что-то нам помешали всякой фигни, вроде у деревня, вроде какой там Марс, поэтому как мы пытаемся как-то найти баланс между этими вещами. Вот. Вот, обратите внимание, какой лес. Красивенький лес, красивенький. Мне тоже очень нравится, ты его делал, восхищаюсь. Но, как говорится, в игру в первую очередь играет не за локации, да, а за геймплей. Но геймплей я вам тоже покажу, как бы, геймплей здесь очень много, и строительство, и там, и животные будут, и жители ходить, то есть все это очень-очень, играбельно. То есть, в принципе, можно посмотреть на SRD-1, и, в принципе, подставить эту картинку, и понять, насколько красивая будет графика в SRD-2 на Марсе, которые. Ну, мы называем SRD-2, да, по факту, это Симатровская деревня на Марсе. Почему? Потому что SRD здесь очень много, вот 80% от SRD-1, поэтому это не что-то новое, да, но в факту это действительно новое, потому что здесь все механики, они переделаны, перелопачены просто с нуля. И в дальнейшем, кстати, если игра зайдет, у нас будет мультиплеер, и каждый из вас может свои, там, ну, 2-3 человека ходить здесь, да, тоже. Один строить будет, другой квесты выполнять, там, третий, там, может, там, наоборот, разделитесь на три, и у каждого будет свое хозяйство, например, да, то есть это все реально сделать в этом проекте. Но не так быстро, как кажется, да, и действительно нужна поддержка сообщества, и не просто там ограниченного числа, а прям, ну, чтобы конкретно, да, поддержали, поиграли, чтобы люди узнали о проекте. Вот, поэтому я и записываю стримы, и делюсь с вами, спрашиваю ваше мнение, да, действительно интересно, что добавить, может, у вас что-то будет интересное, да, может, какое-то предложение интересное будет, мы это обязательно реализуем, главное, чтобы не очень жесткое было, потому что мы все-таки у нас ресурсы ограничены. Но, на счет кооператива я уже говорил, что мы не можем его сразу сделать, потому что у нас, честно, нет бюджета на это. И кооператив делать 6 месяцев. Если мы сейчас делаем основную игру, и еще 6 месяцев эту, то это целый год уже получится, а мы без года уже получится, что на что-то жить надо, у нас не хватит денег на это. Поэтому мы как бы разделим, разделим это на две составляющие. Одна, это будет игра одиночная, если игра заходит, мы сразу начинаем делать кооператив, и игроки получают кооператив. Поэтому только вот в этом, ну, только вот так можем работать. По-другому мы не можем пока. Если мы бы хотели, да, если у нас был бюджет, как там, смути, или вот как, как сказать, последний проект стратегии RU финансировали, да, у них был бюджет, они могут целый год-два делать игру, и ничтем не нуждаться. Мы так не можем, потому что у нас же нету финансирования. Вот. И у нас только есть деньги, которые идут с RDA1, да, там, из других проектов, они все уходят в разработку, все, абсолютно. И часть денег мы откладываем, чтобы жить на них, то есть там, оплачивать, услуги, вот. Хоть бы и кажется, вроде 550 рублей, там, если каждый купит, это будет много, но Steam забирает 50% комиссию, плюс нас переводы через Казахстан идут, и плюс мы платим налоги, и в итоге это все очень дорого. Поэтому мы и в деньгах, как говорится, не валяемся. Как есть, говорю, как говорится. Ну, как всегда, правда, сюда лучше, лжи. Вот сегодня мы переписывали озвучку этого человека. Я звал своего соседа, так скажем, по-одному, соседа. Вот, чтобы он озвучил нам от этого мужика. Поэтому озвучка изменится. То есть мы послушали, что озвучка не понравилась и заменили ее. Ну, кстати, это мой голос. мой голос не понравился. Так, чисто это факты разработки. Так, ну, насчет рыбалки, я уже говорил, в рыбалке у нас будет немножко другом, мы сделаем, надо будет накопать, накопать червей, взять лопату, накопать червей. И тогда вы сможете поток рыбачить. Насадить на крючок, и ловить разную рыбу. Не как в СРД. Так, давайте что-нибудь продадим, да, и возьмем, купим опор. Попробуем что-нибудь строить. Попробуем на лучшие стройматериалы. Ну, ребят, насчет миллионов, мы не делаем проект, да, чтобы срубить денег. Я бы начал эту тему, да, но это затянется. Потому что, как вам сказать, это так не работает. Чтобы сделать даже самый простой проект, надо потратить очень много сил и времени. А если посмотреть конкретно на нас, то есть, если смотрите, ну, в зеркало посмотреться, да, то вот если прям брать аналогию с СРД-1, вот прям аналогию брать, то СРД-1, когда она была в раннем доступе, она стоила 200 рублей. Это столько стоит, не знаю, пазлы стоят. Вот с нейронкой пазлы сделать, и они то дороже будут. Сейчас игра стоит 550 рублей. Блин, если вот зайти, просто посмотреть игры с картинками, они будут реально очень дорогие, не будут как-то косаря стоить. Это вот в первый момент. То есть, наша игра уже даже, есть еще аналогичный проект, есть фармер, лайф-симулятор, он стоит 710, с DLC тысячи рублей стоит. Наша игра, ну, стоит меньше, чем игра у конкурентов. И контента в ней больше. То есть, и транспорт, и различных квестов в игре намного больше, чем даже у аналогичной игры. Это второй момент. Третий момент, я говорил, в игре нету DLC. Нет платного контента. То есть, когда мы делали СРД-1, в ней, как говорится, ну, не было. То есть, мы весь контент пользователю дали. То есть, все патчи, которые выходили, все там, свадьбы, председатель, покупка особняка, новые квесты, все, все они были бесплатные. То есть, никаких отдел СРД-1 нет. Мы за них заделся не живем. Хотя мы целый год делали за одну ценную игру. А в таких играх обычно все в DLC кидают. Вот. Поэтому мы так не делаем. Купил игру, значит, весь контент в игре должен быть. Хоть как. Новый контент добавляешь, значит, новый контент должен быть в игре за одну цену. Мы против батл пассов, донатов, там, даже, ну, сборов не требуем. Вот. Поэтому, как бы, ну, мы уважаем аудиторию и лишний раз в карман не лезем. То есть, и не раскручиваем игрока на бабки. Поэтому. А если брать, ну, нашу прибыль, она им очень маленькая, очень скромная. И хватает нам, чтобы только создавать следующий проект и вкладывать в него деньги. И жить на что-то. То есть, чтобы отдохнуть, съездить на море в Турцию, у нас нет денег. да, единственное, как я говорил неоднократно, от нашей команды, да, одна лишь просьба. Ребята, пишите отзывы, допишите, что, как вы там общаетесь с разработчиком, пишите, что, действительно, там, поддержка нужна, что, общайтесь с друзьям, расскажите. То есть, нам не нужны деньги, нам нужна поддержка. Если есть поддержка, то игроки купят, деньги будут, мы будем делать дальше качественные игры. Вот и все. Не делать какие-нибудь там ящер против русов за три недели, а делать такие вот тяжелые проекты с открытыми мирами, с возможностью строительства, то есть палатку свою уронил, как говорится. Вот. Про это я имел ввиду. Так, я забыл кувалду купить, чтобы дом сломать. Ко мне к нам присоединился второй из рабочих перед деталей. Вот он подсказывает, что в этой игре действительно функционал намного больше, чем в СРД. Потому что здесь есть строительство, да, тут есть возможность будет апгрейда, там всего участка, можно будет теплицы там, ну, поставить где вы хотите, можно будет дорожки приложить, потом в каменной, там газончик сделать, поставить беседочки там, да, то есть в таких моментах в игре, таких мелочей будет просто море. я говорил, я говорил, что у нас будет система полиции, вот кража, первоурожая мы добавили, да, то есть нам просили, добавьте, пожалуйста, кражи урожая, пожалуйста, то есть кражи урожая будет, за нами будет человек бегать, мужик с вилами, там, да, бабка там, то есть, в этом плане, функционалом, таких мелочей, фишек будет просто куча, вот, и мы будем также добавлять их, как и в СРД-1, по мере разработки, даже через, если, надеюсь, проект зайдет и через год. Сейчас, мы даем до этого, игра действительно нелегкая, так, накупить еды, лягу сами пока поедем, ну, дом строить, да, ресурсы добывать, квесты выполнять, огород надо, чтобы получить, теперь выте плеч, надо бабки квесты выполнить, вот, сюжетный квесты будут у деда Максима, вот, все остальные, это, пока квесты, существуют для того, чтобы рассказать вам, ну, где можно приобрести тот или иной товар, например, если вы поможете фермеру, он в конце вам разрешит продавать, кур, там, овец, да, там, коров в будущем, поэтому, в этом смысле, что действительно, прогресс есть, прогресс есть, в плане задания, создание, нас, сколь, сонирует, становится лучше, потому что, срд, был первый проект, теперь это уже второй проект, надеюсь, что в следующем проекте будет еще круче, вот, ну, я обращу внимание на некоторые артефакты, потому что я нахожу сейчас в редакторе, вот, в редакторе, немножко по-другому все происходит, это Unreal Engine 5, вот, сейчас, игровой движок, то есть мы сейчас находимся не в билде, а в игровом движке, а в игровом движке, а, да, насчет трактора, ну, нам писали, чтобы, давай, добавьте, пожалуйста, трактор, чтобы можно было поля, расфигачить, но, здесь не будет трактора, здесь, все будет сразу в тепличках, то есть все, что будете сажать, будет сразу в теплицах, то есть даже грядок особо не будет, только теплица, ну, как бы у нас на будущее, да, то есть, и хочется, чтобы у нас-таки был получше, выглядел участок, а не просто огород, Виталий, вот про это я говорил, что некоторые лода тут проезжают, Виталий, если смотрит, посмотри, пожалуйста, потом, да, это стрим по игре, который скоро выйдет, так, кто там просил про фишки Марса, вот Марс, смотрите, звездное небо, очень звездное небо, как на Марсе, мы посмотрели фотографии с марсианской планетей, в принципе, не знаю, как я покажу, сейчас, то есть, кое-где, да, то есть, небо, оно такое же звездное, как на Марсе, вот, только, обратите внимание, что видите, луны-то нет, то есть, я говорил, что это не просто земля, это Марс, потому что даже луны нет, и здесь будет два спутника, посмотрим, где-то на север-юг, поставим два больших астероида, это спутники, они выглядят как астероида, большие, так, надо сейчас немножко подработать, наверное, здание выполнить, и купить фундамент, а то без фундамента дом не построишь, так, так, почему мы хотим сделать так, чтобы в СРД-2, ну, она выглядел как СРД-1, ну, правильно, что мы хотим убить атмосферу деревни, да, и хочется все-таки сделать, по факту, вторую часть СРД, но в необычной стилистике, а как оставить необычную стилистику деревни, да, и сделать похожий проект, мы подсмотрели так идею, да, то есть, коротких роликов было, приобрать кибер-деревну, да, не по сериалу мы делаем, но там, прям был тот концепт, необычный, да, с деревней, которым мы и так делали, и мы решили, в принципе, его применить, не ради хайпа, потому что проект уже давно вышел, и фильм, и сериал, то есть, там он не хайпует, и вряд ли кто-то даже вспомнит про это, поэтому, часто нам пишут, типа, это же не Марс, да, поэтому про сериал-то особо никто и не вспоминает, но наша задача на будущее сделать так, чтобы было понятно, что это Марс, надо будет как-то объяснить через фразы героя, через квесты, да, через, не знаю, там, как-нибудь, через небо, да, у нас вот пыльные бури есть, вот, чтобы как-то, ну, донести, что действительно это Марс, только интерформированные, с елками, а не с какими-то, ну, вы поняли, да, там, космическими растениями. Ну, у нас вот, когда мы бетоном заливали пол, мы песок использовали, дома, гараж, у нас делали гараж, и делали еще погреб, и я сам мешал, песок, бетон делали, фундамент, делали, типа, и песок был, ну, я не строитель, конечно, не могу, не могу ошибаться, так, у меня лучшие стройматериалы, морковку продадим, какой дорогой фундамент, даже морковки не хватило, пресс-квеста выполнять, идет заполнять квесты, так, сразу пойдем за хлебом, сходим, ну, мы, вот, например, когда строились, я говорил, погреб, мы песок использовали, а, ну, тут же, когда сразу, в, раствор, твердеет, бетон превращается, как бы, мы сразу же бетон кладем, да, ну, давайте не будем спорить, скажите, что, что разработчик спорит, вот, две буханки хлеба, мы купили, короче, озвучка, да, мы слышали, он был каша, потревожим, в принципе, он описывает состояние, состояние дел в нашей студии, вообще, без привлечения, отсылки на нас, таким бюджетом только спится, но, насчет бюджета, мы все говорим, бюджет, 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 но мы писали, компания, РИ писали, да, с просьбой профинансировать, SRD1, когда мы только делали ее, нам сказали, конкурсов нет, и второй раз нам ответили, что, чтобы мы хоть выделили, хоть какое-то финансирование, надо ООО открывать, а вы представляете, у нас даже денег на это нет, у нас ООО по цене стоимости с лотовскими стоит, еще и содержать надо полгода его, чтобы, чтобы она была действительно полгода, то есть, по факту, нам в финансировании от государства нам отказали, вот, а в итоге мы сделали SRD, сделали его неплохо, что тебе надо бы на, поэтому уж, так сложилось, что бюджет у нас нет в играх, ну, нет связи, да, там, может, как в смуте, там, как, к этому, к этому игра еще была, статегия выходила, новая, тоже от, при помощи поддержки, у них, может, связь какие-то есть, но у нас связи нет, к сожалению. ну, да, все это очень сложно, и при всех наших даже, так скажем, продажах, такой даже только о том, о таком только мечтать можно, зал теряло, помоги дедушке, а сюда, помоги дедушке, а здесь помыли, того, ну, мы попросили домик сделать, поэтому это исполняю, просили в стримах показывать геймплей, чтобы игрок видел, что его ждет, подсказать, может быть, что-нибудь, поэтому геймплей, это и поинтереснее будет, чем расставление моделек по карте, пока что. Ну, насчет локации новых, пока еще их нет, мы ждем пожарную станцию, еще пару моделек, а дома пока они расставляют, не смысл, я думаю. Но я уже тут читерю, потому что, я знаю, какие квесты, ну, что-то требует, что требует дед, я уже заранее сходил в купил в магазине. А, вот кто помнит, в начале стрима мы обсуждали отзывы, там писались, хорошо бы видеть предмет, с которым я хожу, среди топор, вот он, его видно. Ну, мы стримимим свои игры, то есть, тоже четвертый стрим по разработке идет, пятый уже даже. Да, пятый стрим по разработке, мы стримимим. Единственное, что мы, именно в стиме, мы уже во время фестиваля, мы, ну, во время фестиваля, мы уже стримили. Кстати, Андрей, смотри, видишь, мы подавали растений, ягод. Да, но в самом стриме не стримимим, потому что надо стримить, геймплей. То есть, надо стримить, ходить и часами стримить геймплей. А мы пока только его разрабатываем, кто нам будет его стримить. Мы сидим и, ну, просто занимаемся разработкой. А когда играть? Но играть на стриме нет. Сегодня, видите, воскресенье. Вчера мы весь день работали, а сегодня, вот, второго разработчика света не было, я решил потестировать. Запустить стрим, порассказывать о последних новостях в игре. Я думаю, мы частенько будем с вами проводить стримы, да, в будущем смотреть отзывы, да, смотреть ответы на отзывы, чтобы каждый из вас, да, обратил внимание, да, что конкретно какие мы действия предпринимаем для исправления ситуаций. То есть, патч, например, будет, например, писать, что в игре есть такой-то баг, да, в отзыве. Мы с вами его посмотрим и определим, фиксировали мы, исправили этот баг. То есть, каждый видел это. Кстати, насчет пыльной бури. Кто просил, скоро она начнется. То есть, видите, потихонечку начинается туманчик осаживаться, и скоро пыльной бури будет. Пока в демке, да, не так много растений. Подожди, следующий патч, ну, следующее дополнение, которое будет, там уже должно быть малины и ягод больше, но пока не требуется. Пока квестов на малину нет, или на ягоды. Ну, у нас, я говорил, два вида бури, да, одна буря слабенькая, а другая буря сильная. Вот, видите, уже как бы начинается. Пылинки идут. То есть, вот эта марсианская буря, которая существует в реальности, вот она, пожалуйста. Мы тоже ее завезли. Она плавно, то есть, не как там, опять соснуты скажу. Терный экран, а потом бам, буря начинается. А тут уже все постепенно, день, ночь меняется. Она спускается сверху вниз, потихонечку. Плавно. Я не знаю, просто сильная буря будет или слабая, может, просто пока, ну, не такая сильная. Просто у нас, я говорил, два варианта бури. Кстати, вот эта музыка, которую вы слышите в деревне, ее нету. Ластерд один, она создана специально под эту игру. То есть, у нас во всех играх почти во всех играх музыка авторская. То есть, мы во всех играх пишем музыку. Даже в самые, там, не знаю, игра за 40 рублей, там, за 100, даже там есть музыка. То есть, мы стараемся сделать, делать интересный проект, чтобы было, было интересное сопровождение музыкальное. Нас это реально волнует. ягод от души добавил, поэтому, в принципе, вопросов больше не будет насчет ягод. но, насчет, что прям все крыши посметало, да, ну, честно говоря, с одной стороны, это было можно сделать, но, с другой стороны, было бы у нас время больше, свободного. Мы обязательно бы каких-нибудь фишек сделали, чтобы во время бури летали какие-нибудь листы, там, не знаю, крыши, и они могли увидеть, например, да. А, кстати, да, я вам сейчас покажу. секундочку. Мы добавили новую смерть в игру. Как буря спадет, я вам покажу, как будет выглядеть теперь смерть в SRD. Она реально, ну, ну, очень-очень интересно выглядит. Мы сделали очень много отсылок, и теперь каждую смерть у вас будет фоткать, как вы умерли, и даваться объявлению в газету, что пострадал такой-то человек. А вот, кстати, буря началась. Брать как, нет? Нет? Нет, по звукам не слышно. Блин, показалось. Маши растут. Они забыли. А, ну да, стали поправлять меня. Не каждую. В смысле, уникальную смерть. Например, если вас убьет электричеством, если на вас упадет дерево. Кстати, насчет упадения дерева. Я бы показал, просто сейчас буря мешает. Чтобы лучше видно было. Так, денежка еще не накопили на фундамент. Нам должен был робот дать 10 штук, а робота у нас не было, потому что мы в редакторе. Поэтому приходится зарабатывать на фундамент. вот. А теперь буря автоматически спадает на туман, потому что после пыльной буря туман же, и туман перейдет в хорошую погоду. То есть, вот так плавно все сделано. Вот, смотрите. Так что, будем... А, хочу этот фундамент купить сначала. Потом мне денег не хватит. Ладно, давайте попробуем пострадать от дерева. Не специально. Попробуем. Не сейчас ошибка будет, нет? В редакторе. Вот нас деревом убило. Видно было, нет? Ну, подольше сделаем, чтобы статья была. Ну, и озвучку тоже слышали. Будет озвучка теперь девушки. Да, пока вот над всем этим работаем, он такими фишками их очень много, да. Тут надо язык сменить, наверное, чтобы интереснее выглядело. Потому что, наверное, в английском языке... на английском языке не совсем понятно, да, про что речь. Ну, давай попробуем еще раз умереть, и я выйду с режима... из режима... как не пробить. Медпомощь... не бесплатная... Ну, видно, да, было, что там газета была. Но она будет дольше идти, и русский язык там будет в главе. Потому что сейчас в редакторе по молчанию английский стоит. Ну, и все, собственно, больницу мы добавили. Говорил, что... Больница теперь при выполнении всех квестов, во-первых, он будет давать медикаменты. Спрашивали, зачем вам нужны таблетки, да, то есть, если у вас есть хп, почему нельзя выполнять здоровье, да, нормально. Это тоже будет исправлено. И плюс еще при выполнении всех квестов на больничку будет возможность скидку получить на печенье. Что просили в SRD1. Вот. По карте видно, что карта сейчас на данный момент огромная, то есть, даже сейчас карта достаточно большая. Как GTA 4. Новосить, имеется в виду. Вот. Дороги, развязки, триггеров. Смотрите, вот на каждый миллиметр игры есть триггер. Посмотрите, тут триггер, тут триггер. То есть, по факту, в каждый момент что-то срабатывает. То есть, каждое вещи, каждое дерево триггера, например, оно должно упасть, оно должно привести ресурсы. Да, оно может, если у вас падет, то до газеты вылезти. То есть, каждый, каждый метр в игре это какое-то скриптованное событие. даже небольшое. Вот столько всяких мелочей надо соблюсти, чтобы сделать проект. Ну, к чему бы я это говорил? Говорю, потому что иногда пишут, игра сделана на коленке. Ну, блин, а как такое можно сделать на коленке? Вот я просто не понимаю, что мы проделали невероятный труд. То есть, буквально каждый сантиметр в игре это скрипт. Говорит, не старались. Немножко обижать. Так, ну, про грядки я уже говорил, что воровать можно, да, что с вами будет дядька бегать с вилами. Тоже самое. И быстрые остановки будут. Туалеты там. И за место кукурузника будет буханка летать. Ну, почту разносить, да, и там колодцы. В принципе, то же самое. Вот. Единственное, что добавляется, что у нас теперь есть стройматериалы. Чтобы посадить или купить семена, теперь надо выполнить квесты. Квесты у бабки выполнить. Выполнить квесты у фермера. И так же будет и с транспортом. То есть мы хотим сделать так, чтобы, если вам дадут мотоцикл с коляской, вы обязательно должны выполнить цепочку квестов. И мотоцикл должен обязательно появиться в один из квестов. Например, вы собираете машину, помогаете, и потом вам дают возможность или дарят машину, или дают возможность ее купить. Ну, почему я... Вот, такая будет тема. Насчет Александра пишет, а как же колеса школьников они, что все наклеенки пишут? Ну, я к чему это говорю? Не в цели как-то там задеть, да, а просто показываю работу, которую мы проделываем, и говорю о том, что, ну, вот, такие обзоры, они просто портят атмосферу, то есть они помогают разработчику как-то улучшить контент, да, они не конструктивные критики. То есть как бы они пытались сказать, что это конструктив, это не конструктив. Такие отзывы просто неадекватные. И поэтому мы говорим, что нам нужна поддержка, нам нужны, ну, что действительно мы стараемся, то есть чтобы это видно было. Для этого мы стримы проводим, и пишем, и общаемся под каждым ютубовским видеороликом. Бывает, до такой степени мы работаем, что какой-нибудь стример, вот как было в СРД-1, запускает стрим по деревне, играет 3 часа, показывает нам баги, прям в прямом эфире. И когда он через 3 часа заканчивает стрим, он просто выходит с игры, и там написано скачать обновление. Понимаете, да? То есть когда он стримил, уже баги исправлялись. То есть настолько сильно мы вот, когда конструктив нам показывают, настолько быстро мы исправляем. Вот. То есть это скорость света, я бы так сказал. Вот. До такой степени мы реально запариваемся, потому что мы хотим делать хорошие игры. Да, реально. Мы хотим делать, ну, реально хорошие игры. Если бы мы хотели делать те игры, которые хайпуют, например, там, Симонтор Чешпана выходил, выходил, повестка выходила, да, выходила, какой там еще проект был, ящер против русов, про них же все пишут, в них все играют. А такие проекты, как наши, да, ну, я понимаю, что может быть она не такая интересная, да, может там ящер поинтереснее будет. Но проблема в том, что мы старались, мы-то делали огромную игру с открытым миром, и нас, мы остаемся незамечены. Сами нас пропускают, то есть игромани, да, вот такие, всякие такие блогеры крупные, они играют в ящеры, они играют в хайповые игры, они не играют в другие игры от российских разработчиков. Мы писали в игроманию, я писал лично пять раз в игроманию, и по разным контактам, писал на почту, писал под сообщением, писал везде, то есть я предоставлял, говорю, давайте я вам предоставлю контент, эксклюзивный контент, да, расскажу вам про все, да, то есть как мы работаем, у нас все-таки СРД хороший проект был, он, много людей, даже, даже без крупных СМИ, мы очень хорошо, ну, людей ознакомились с ним. Спасибо Куплинову, кстати, и другим первым блогерам, которые показывали эту игру, Елене, там, Old Games, то есть таким, прям, большая благодарность, низкий поклон. Но крупные СМИ нас обходят стороной, то есть игромания говорят, давайте на 200 тысяч рублей, и мы сделаем вам рекламу. У нас нет таких денег, 200 тысяч рублей, это бюджет СРД. Ну, серьезно, бюджет СРД, это 200 тысяч, ну, если не рассчитать работу, а то кассеты. Вот, получается, опишем какой-нибудь, недавно, например, вот, был такой случай, что Бэткомедия увидел симулятор на заре, ну, игру, заря там, и он написал пару строк, говорил, вот, выходит игра заря, про русскую деревню, где можно там, там, алкаши, самогон, мы поняли, да, русская, русская игра, про деревню. Мы пишем, там уже то же самое, пишем, здравствуйте, у нас есть СРД игра, в ней тоже про Россию, то есть игра зашла, да, вот, пожалуйста, в играх положительные отзывы имеет, игра интересная, да, вот, Каплинов поиграл, и просто видим сообщение прочитано, да, и все, и, как бы, то есть мы показали ему готовую игру с деревни, да, в российскую, от русских разработчиков, там, они в России, то есть мы никуда не уезжали, вот, со всеми трудностями справляемся, и просто игнор, то есть они нам ничем не обязаны, то есть мы их не заставляем писать, просто, мы про то, что СМИ, и, ну, люди, которые бы могли помочь, они просто игнорируют, и все, то есть в чем дело, а те сообщества и СМИ, которые должны писать про русских разработчиков, даже не про нас, вот, есть много проектов, которые действительно, ну, завоевали доверие, они просто игнорят, они говорят, давайте там деньги, давайте там кучу бабла, и мы напишем, вот, именно вот про это я хотел сказать, что это немножко, ну, обидно, то, что мы все-таки стараемся, как-то, да, насчет финансирования, я уже говорил, мы обращались к, эээ, теории, да, и нам сказали, что, ну, конкурсов нет, ребят, открывайте ООО, там полгода, и может быть, может быть, мы рассмотрим вашу кандидатуру, и дают другим разработчикам, которые, ну, вообще игры не делали ни разу в жизни, у которых даже разработчиков нету, нету ни, ни билда, ни тестовые демки, ничего нет, они просто берут деньги, и на эти деньги, нанимают разработчиков, то есть, это не мотивированные разработчики, это просто менеджеры, это менеджеры, которые берут деньги, нанимают команду, делают игру, они разработчики, которые горят своей идеей, которые часами напролет работают 24 на 7 над игрой, показывают им, тем же самым, дают бюджет, да, финансирование, показывают им игрушку, скажут, вот наша игра, вот, пожалуйста, красивый, вот она уже играет, игроки в нее уже играют, она интересная, профинансируйте, они говорят, нет, пока вы там, не найдете грамотного менеджера, мы вам ничего не дадим. Ну, я вот сказал, как есть, то есть у нас есть переписка, да, то есть не надо говорить, что там что-то врем, мы говорим, кто как с нами так, ну, мы сами так обращались, да, сам как писали, если угодно есть связи, мы только рады, мы поддержим любую российскую игру, мы поддерживаем все игры, мы даже положили, положительные отзывы писали, вот я и лично писал в смуте, хоть мне проект не очень зашел, да, он таким бюджетом, но мы их искренне поддерживаем, мы поддерживаем все российские проекты, мы зарей общались, да, то есть выясняли, блин, даже вот с чешпаном даже общались с человеком, да, хоть совсем, ну, качественная игра делает, да, но мы даже с ним пообщались, мы реально поддерживаем все сообщества, но крупные сообщества не поддерживают нас. Вот, ну, немножко нытья, так скажем, да, это просто анализ того, анализ нашей работы, мы говорим, анализируем то, что, какими трудными встречаются, разработчики встречают, сами по себе, и вот поэтому мы делаем то, что у нас хватает сил нашей небольшой команды, мы делаем тот проект, который, ну, мы можем себе позволить, да, те фишки, которые мы можем позволить, мы не можем исправить большинство, там, кто пишет некоторые там проблемы, да, мы не можем их все исправить, потому что у нас просто не хватит ни времени, ни сил, ни бюджета, например, вот у нас есть проблемы с оптимизацией, да, и говорят, чтобы этого не старались, но вот в плане оптимизации мы сделали вот все, что, вот все ролики, которые есть в интернете, да, вот все прошерстили, мы все облазили, мы сделали все, вот там на ниты, лоды, гол дистансы, там, прогрузка уровней, то есть все это сделали, добавили кучу настроек, DLSS, FSR, Intel Access, все эти слова, как репер читает, все настройки графики, то есть, если игрок имеет среднее железо, да, он может зайти, выставить настройки под себя, и играть, и не столкнуться ни с какими проблемами, которые помешают ему пройти игру, таких нет, но есть мелочи, которые встречаются, да, на пути игры, которые, ну, даже мы не можем исправить, для этого нам нужен бюджет, для этого нам надо звать людей, которые, ну, уже крупных, крупных компаний, да, например, Atomic Heart звать оптимизаторов, и уже с ним работать, у нас просто на это нет средств, вот, это не оправдание, это, как бы, факт, с этим ничего не сделать, вот, и поэтому, как я говорил, даже сделать такой проект, вроде бы, про деревню, да, вроде там 100 квестов, там есть какие-то мелкие механики, но идеально такой проект не сделать, двоим человеком, плюс, там, пара человек нам помогают, да, музыкант есть, но разработчиков, по факту, именно в движке 2, и плюс, один реально пишет музыку, два человека сделать игру, который уже, сама по себе, по наполнению, больше, чем GTA, Vice City, да, у нас по факту больше квестов, чем GTA, механик больше, чем GTA, у GTA какой был бюджет, какой у нас бюджет, мы и так прыгнули выше своей головы, выше гор, там, скажем, да, нас обвиняют в том, что мы не свернули 2, поэтому, мы все понимаем, да, клиент всегда прав, но это чисто наше мнение, да, которое, как обычно, не отличается от некоторых пользователей, ой, ну, мы вроде все рассказали, да, что связано с блогерами, с крупными СМИ, единственное, что у нас осталось, это сообщество, это вы, это аудитория, да, ваша поддержка, это Купленов, это Ильена Геймс, Долл Геймс, то есть, все ребята, которые реально помогают, не знаю, мы бы, мы бы даже их в игру добавили, если не захотели, введя ссылок, то есть, потому что мы им очень благодарны, и кто действительно помогает, мы всех очень сильно ценим. Я говорю, что джугули там еще... Ну, вот, кстати, да, вот, вроде бы мы в СРД сделали транспорт, да, а вот в этой игре транспорт надо было сделать с нуля, потому что, когда ты переносишь с одного, с одних механик на другие, ты переписываешь всю механику, то есть, даже вот, мы буквально идем, ну, мы пошли на второй круг, как я говорил в обновлении, в СРД-1, то некоторые вещи нельзя сделать в СРД-1, например, строительство, потому что это пришлось бы переписывать всю игру, и вот сейчас в СРД-2 мы буквально переписываем всю игру, то есть, все, все механики, которые есть в СРД-1, мы написали с нуля, заново, переписали на новый ассет, на новые механики, то есть, со строительством и так далее, то есть, все прям реально подчистую, поэтому это дает возможность, во-первых, улучшить механики, а во-вторых, сделать мультиплеер, если это возможно, вот. Так, 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 мы сохранимся, ну и потихонечку будем заканчивать, потому что все-таки, обычный часик посидели, час-полтора, и будем потихонечку закругляться, надеемся, что следующий стрим уже будет, такой стрим, разговорный у нас будет, будет приводиться уже с, новость мы пустим во всех сетях, да, за неделю, и может быть, где будет, человек, не за 100, вот, они просто, ну, мы, это я дамы с тобой, два человека, сидят, разработчики, плюс еще 4 смотрят, поэтому, видите, у нас не так много фанатов, Виталий говорит то, что транспорт сделал, но я честно, я не проверял, поэтому сейчас, извините, а у меня не садится, кстати, на транспорт, не садится, ну физика, вот, кстати, колеса крутятся, физика вроде есть, но я сесть не могу в транспортале, может мне конфиг другой, так, ну ладно, на плиту покажу, отмычки вот перенесли, которые у нас были, с срд, вот, металл, злобаешься делать, так, насчет готовки, удачи тебе, ну вот, описание блюд, как нас спросили, как бы с срд, есть описание блюд, но это старые, это новый, вот, новый плита, кстати, кто просил управление с геймпадом, теперь все, геймпад будет 100% в игре внедрен, и работать полностью, то есть, теперь крафт, кнопочки все купить, продать, кто говорил, это первый, кто просил, вторый, кто просили, сказали, ну, нам готовить, очень долго, кликать, и ждать, пока 10 супов сварить, теперь можно нажать скрафтить, ой, нет ингредиентов, сейчас можно, знаете, как сделать, можно сейчас взять, то, что необходимо, подойти к плите, выбрать суп, нажать крафт, а, воду забыл, воду забыл, воду забыл, так, нажать крафт, опять забыл, курица есть, это есть, ладно, а может найдет, или что тут у меня крафт, не отвечает, свекла, соль есть, а, рецепта нет, рецепта нет, да, нужный рецепт, рецепт забыл, рецепт забыл, вот, короче, кто просил о том, что, ну, долго готовить, там, убеждать, тут полосочку, пока пройдет, тут скучно, теперь можно вот так вот сделать, и уйти, все, все, то есть, готовится само, вы придете, когда блюдо уже будет готово, то есть, функцию с плитой мы улучшили, теперь стало намного лучше, но некоторые функции наброс стали хуже, например, пила, то есть, раньше можно было за одну секунду, распилить 100 брюсок досок на бревна, но сейчас спиется ждать, сейчас надо уже, сейчас надо уже будет подождать подольше, но, но, зато можно будет сделать, три пилы, да, и из трех пилы напилить, вот, также с инвентарем, да, мы добавили возможность заборчики, делают тоже, всякие такие штуки, и будем развивать тему с окнами, со вставниками и так далее, то есть, тоже будет, с мини-картой, я уже показывал, то есть, мини-карту, теперь можно прокладывать путь, прокладывать путь, если кто-то терялся, раньше, теперь можно, типа, уже не потеряешься, ко мне вообще не выходит, то есть, на второй раз уже не срабатывает, ты хочешь, через мини-карту уходить, ну, и насчет палатки, также можно свернуть и поставить, а уходить, сейчас, если мыland, Firуни-карту, а уходите, �� на землян, 經ий-карту, хочу гамент, shooters динесте, они под rice, которые, уходят, они, уходят, они, 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 да кстати куплено здесь тоже есть в отсылку сделали все-таки я говорил вот он простите а вы запишите еще обзор на нашу игру куда же вы запишите на обзор нашу игру кстати начал каплинов у нас есть большие планы мы хотим чтобы куплено выполнил задание лишь про банку рассказывал и кто смотрел к при нова он видео что купленов но и слышал что он рассказал про баню аньку в баню позвал то есть мы сделаем сделаем так чтобы алька была женой к при нова и он там я в баню хотел сводить и попросил уже нас нарубить дров интересный квест или он тоже будет рассказывать все то что рассказывало на стриме то есть все будет описании мы хотим такую ссылку сделать если может быть он поиграет нашу игру ему понравится я думаю он обратить внимание насколько мы внимательно его слушаем да вот ну такая бы за место кукурузник летать буханка вот но и виды окон этот мужа как бы видели все окна у нас такие будут куча всяких видов плюс возможно перекраску сделаем да но это зависимость от того то есть вот это можно разных цветов сделать но пока ласиньким останется там уже видно будет также у нас есть роботы за и роботы всякие которые будут в игре на полицейские да там даже у кого-то прям полиции написано вот смотрите этому русский там полиции написано полиция вот но знаете одно дело когда куплено виде отсылки добавим другое дело если он обидится то есть можно даже на забанить за это вот это опасно это вот не хотим тоже связываться иногда с отсылочными персонажами вот так ну понятно фермер у нас такое будет роботы у нас в таких видов будут холодильник кто просил ходили теперь у нас еда портится перед нас еда будет портится и но у нас же работает да то есть система и можно будет переработать компост или на продать может быть кому-то надо будет но также древо это зернобытчик тоже сам все это будет игре плюс я говорила что насчет животных да можно же собака с будкой быть но это так если уж временно останется приятники и все с такое уже готова уже быть свинарник курятник свинарник это будет игре так ну по основным механикам я уже говорил можно быть кроватку если начни сделано крафтить тоже такое спать на ней вот так ну в принципе по разработке поделился допал по отзывам и ответил наше мнение мы сказали и по поводу рекламы дай по поводу вас то будет смотреть запись ребята спасибо что вы нас смотрите спасибо большое за обзоры которые вы пишете каждый отзыв любой игре для нас там реальный показатель потому что у нас не сотни отзывов не тысячи там да как у некоторых проекта даже не но и какого уровня да вот мы читаем каждый обзор поэтому мы и обращаем внимание прежде всего и на положительный и даже сильнее обращение негативным потому что она у нас каждый отзыв он на счету каждый отзыв мы считаем насчет коня коня будет я уже говорил что чтобы коня получить надо будет получить рецепт на строительство конюшни план строительства выполнить целую цепочку квестов потом вы построите конюшню и у вас будет конь вы будете им кататься то есть это все будет будет попозже пока еще не дошли до этого надо делать механики сссрд перенести сделать квесты и вместо делать уже и дальше развивать строительство я уже говорил что у нас всего лишь два человека работает непосредственно в движке андре ланджин 5 это очень мало 5 сделаю ремарку на смута у них 70 человек из них человек 20 работники а у нас два это из них один только пишет скрипт вот и музыканты и прочие там помогает там с переводами с . это дре спасибо большое за то что он тестирует многое много что исправил до благодаря его помощи насчет будет ли вы верить детям где будут дети школы будет тоже отремонтировать ска школа будет куда нет но парты поставить доску пить по вот так будет выглядеть новый представитель интересно ну и сюжетный персонаж есть уже есть может быть даже лицевой завезем быть свои было вот но ребят на этом будем заканчивать принципе на ответили на все вопросы прочитали все обзоры уже те кто нас смотрит в записи могут писать комментарии внизу под этим роликом мы их тоже читаем тоже твич добавляйтесь дискорд пишите отзывы и ребят всем пока спасибо что пришли в воскресенье да они моргают даже губами шевелят когда говорят но это же не так круто выглядеть как хотелось бы ну что имеем то имеем спасибо ребят всем за поддержку дачи всем пока а они тут при они я все и м это Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова